Добрый вечер, друзья мои. Сегодня у нас будет вечер как раз из разряда таких, которые я люблю. Я люблю встречаться с людьми, которые делают искусство, потому что искусство – это такой язык, которым можно выразить то, чего вы не можете выразить словами. Это специфические языки музыка, искусство, литература. Сегодня у нас в гостях известный украинский художник Олег Тистова. Один из ведущих художников Украины, лидер украинской новой волны. Стал известен благодаря сериям «Горы», «Украинские деньги», «ТВ плюс реализм». В своих работах прорабатывает знакомые всем символы. Одной из самых известных работ серии стала раскраска. Уникальна она тем, что все желающие могли поучаствовать в ее создании. Художник изобразил лаконичный синий силуэт пальмы. А после на выставленной работе посетители могли оставить автограф, дорисовать что-то или разукрасить полотно. Идея, как и сам результат, была оценена коллекционерами в 2013 году. Раскраска ушла с торгов аукционов «Филлипс» за 53 900 долларов. Однако это не единственный успех художника. Сегодня он входит в тройку самых дорогих живописцев Украины по результатам аукционных продаж последних лет. Олег Тистау. В программе Наталья Влащенко «Люди. Харт-дог». Здравствуйте, Олег. Здравствуйте. Вот правда, да? Как вы считаете, искусство – это же действительно какой-то такой специальный язык, который, наверное, придуман создателем для того, чтобы мы могли рассказать о том, что мы не можем сформулировать словами? Ну, вы же сказали, там, литература, музыка, искусство, там, скажем, изобразительное, ну, это же, как бы, такие все органы чувства задели одновременно, да. Ну, и каждый занимается своей, скажем, узкой специализацией. Ну, собственно говоря, как бы, оно и формирует чувство мысли, то есть, на самом-то деле. Потому что живем-то мы в культурном пространстве, если мы живем. То есть, а мы и есть, ну, собственно, как бы транзисторами, там, колонками, проводниками, то есть, скажем, это вот. Ну, я, конечно, ставлю вперед изобразительное искусство, потому что 85% информации – это глаза. Я вчера смотрела вашу биографию и обратила внимание, что родились в Абраде, в Николаевской области. Ну, благодаря известным событиям, такое местечко, как бы, теперь известное, вот, ну, это все. Ну, а как вы считаете, вот есть ли, ну, в любой стране, не только в Украине, некие такие места, может, это я там закручиваю с точки зрения метафизики, но тем не менее, которые имеют какой-то такой свой ментальный окрас, который потом, знаете, как в Вериге тянется за человеком всю жизнь, от которых то ли ты их в себе, так сказать, лелеешь, то ли, наоборот, пытаешься освободиться. Вот в Абраде это было какое место? Ну, для меня это очень полезно, это понятно. Ну, в том смысле, я-то прожил там до 10 лет, потом к бабушке... Самый главный возраст в жизни человека. Не-не, а 10 лет это формирование, да, естественно, как бы, вот. И потом эта девочка Ира Крошкова, пострадавшая, она моя родственница. Это тоже, как бы, ну, вот. А потом поведение вот этих вот женщин, которые вот эту ментовку громили, оно мне совершенно понятно, это тоже мои родственники. Это мои двоюродные, там, троюродные тети, там, тетя Лида, тетя Тамара, ну, и так далее. Ну, то есть, а что касается формирования, ну, Врадевка, ну, ладно, бог с ним, я там, как бы, не хочу. То есть, мистика вокруг нас, но... Ну, к Врадевке имеет отношение, там, известный украинский художник Саша Животков. Я не помню, кто из его родителей оттуда. Ну, там Саша Ройтбург, наверное, знаете, да, мама из Врадевки. Ну, как бы, ну, это не последнее место, скажем. Ну, и, в общем-то, это не село, это районный центр, да, то есть, как бы, ну, если там жили... А есть, а есть, или это я так сочиняю, додумываю, такие места, ну, скажем, на постсоветском пространстве, не только в Украине, которые, вот, знаете, вот такие места... Вы же помните этот постперестрочный фильм «Маленькая вера», вот, где вот, знаете, такие особенно глухие провинции, где особо такое... Вот эта история вся была, она же была из этого соткана. Какие-то там жуткие менты, еще что-то, люди, которые за этим наблюдают, но ничего не могут сделать. А это не атмосферные вещи, это случайно то, что произошло? Нет, 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 там история-то не в жутких ментах. Менты как менты, менты везде такие. История в реакции населения. Вот, вот эта реакция, она была для меня, ну, абсолютно нормальной. Ну, например, понимаете, да, вот что, ну, там попытались изнасиловать и убить девочку. И вот вся Врадьевка, которую я хорошо знаю с детства, да, ну, в смысле, как бы, я там очень давно не был, но, тем не менее, моя мама там бывает. Вот, русские. Просто встают и идут, неважно, вооруженные, невооруженные, неважно, кто президент. И это как раз очень европейская реакция. Это очень европейская нормальная реакция. Вот, я вырос среди свободных, гордых людей. То есть, когда я вот знаю, сколько тысяч людей, я даже догадываюсь, приблизительно погибло на Донбассе со стороны России, да, и вы видите по телевизору плачущих матерей или там людей, которые громят военкоматы, в которых незаконно завербовали людей. Вот видите, вот это, ну, дальше все понятно, да, история, как бы, пойми, я... Да, степень свободы. Да, я страшно не люблю, когда люди начинают говорить, что я горжусь тем, что я там родился там-то, или я горжусь тем, что я такой-то национальности. Ну, это как бы, ну, что ты гордишься, ну, то есть, как бы, ну, что я, я горжусь тем, что я мужчина. Да, Владов, кажется, говорит, все равно, что гордиться тем, что ты родился в четверг. Да, 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 ну, это как бы глупые вещи, но я жутко горжусь своими родственниками. То есть, когда я понимаю, даже зная диагнозы у кого, какое там здоровье у моих тети, да, как они себя чувствуют, и когда я вижу, что она там, понимаешь, да, вот как бы совершенно... Понятно, она не думает ни о каком экстремизме. То есть, это понятно, нормальная человеческая реакция. Такой у меня был дедушка, ну, такая у меня вот мама всю жизнь. То есть, вот такие вот там родители. Ну, и слава богу, да, вот ими я горжусь, то есть, я им могу только спасибо сказать. Ну, собственно говоря, как бы они же из меня сделали, человека и художника. Ну, то есть, художника полностью... Олег, вот о художниках. Знаете, в разные периоды времени, ну, вот если взять, я не знаю, историю культуры, там, за последние 500 лет, например, да, художники, у них были какие-то различные социальные функции. Там был период, когда это были люди при дворе, которые обслуживали знати, которые... Ну, при дворе это были все люди, которые там интеллектуально обслуживали, которые с точки зрения искусства писали музыку только для них и так далее. Потом художники были, мы помним, когда там, там, 20-е годы прошлого века, когда они были теми людьми, которые формировали новый социальный тренд, да, и продолжали обслуживать знать, только уже новую большевистскую. И вся, там, почти 100-летняя история с Авдепи, это тоже, когда продолжали обслуживать знать, потому что народу давали не так уж много, ну, хотя талантливые люди давали и народу. Что сегодня? Как сегодня это? Вот как бы вы сегодня характеризовали? Какова-то? Социально, не социально? Вообще, в принципе, да? Вот какой контекст существования художника в сегодняшнем обществе? – А давайте, если можно, так чуть-чуть шире. Дело в том, что вы, как бы, описали свою очень субъективную точку зрения на историю. – Конечно, конечно. – Что очень интересно, это жутко интересно и, как бы, очень полезно для этого разговора в данном случае. Я-то ее воспринимаю иначе, несколько, эту всю историю. Художники, ну, собственно, с тех пор, как появились художники, давайте говорить уже о каком-то состоявшемся зрелом культурном акте, да, это, скажем, эпоха Возрождения, когда художники уже были обозначены как художники. С тех пор это были, на самом деле, свободные, очень влиятельные люди, время от времени очень обеспеченные, ну, в большинстве своих. – Да, которые, в общем-то, собственно, и создавали культурный контекст своих эпох. Ну, ты скажем, какой-то там советский период, понимаете, да, сейчас, но он достаточно длинный, 70 лет, я в нем прожил 30. Он, конечно, намного длиннее, чем, скажем, чем там немецкий период, там, эпохи, там, Третьего рейха, да, то есть, как бы, ну, что мы можем сейчас, мы же не можем с вами построить передачу, мы не сможем с вами полчаса рассуждать о немецком искусстве эпохи Гитлера, да. Его просто нет, оно исчезло, за ненадостью. Советский Союз еще до сих пор, как бы, это не совсем история искусств. Вот, как я, например, утверждаю, что у нас в Украине, ну, на самом деле, на сегодняшний день нет ни одного полноценного художественного музея. Сейчас объясню. У нас масса музеев, в которых есть очень хорошие экспонаты. Где-то даже Караваджи, где-то даже Веласкес. Но это краеведческие музеи, в которых волей судьбы попали достаточно приличные произведения искусства. Потому что до тех пор, пока там находятся какие-то, скажем, предметы культов, там, да, ну, скажем, от советского там или какого-то еще, которые, в общем-то, не делались как предметы искусства. То есть, скажем, ну, как вот там журналистика и пропаганда, да, ну, это же разные вещи. То есть, скажем, вот художники – это журналисты, ну, в общем-то, да. То, что кто-то попадал обслуживать власть. Олег, ну, бывали же такие случаи, когда произведение создавалось как пропаганда и становилось предметом искусства? – Не помню. – Алине Резеншталь, например? – Ну, вот споры-то идут о произведениях, как бы, да, ее искусство, да, я знаю ее как художника и, в общем-то, в общем-то, в цивилизованном мире, да, это ее эти африканские фотографии. – А Гоя? – Гоя – это, ну, это чистейший маргинал. – Но его, его, его… – То есть, он же не отслужил двор, он воевал с двором, понимаешь? – Или, подождите, он потом начал воевать с двором, но его картина, когда он, его период, когда он рисовал портреты, ну, просто как подданные, да, там, короля, там, и прочее, прочее. – Он же и девался. – Это же… – Ну, это были рейдисты и заказчики. Понимаете, до Шекспира не существовало, собственно говоря, как бы, светской жизни. Шекспир описал впервые то, что, как бы, что не только жизнь королей, двора, там, ничего-то… Понимаете, человеческая жизнь же ничего не стоила тогда. Вот тогда. – А сейчас? – Это никто не описывал жизнь простого человека. Все было, понимаете, вот Гомеро, у вас там, ну, имеется в виду, это жизнь великих героев, богов и царей. Понимаете, да? – Так я же об этом говорю, вы говорите, что вы не согласны. – Со времени Шекспира все пошло, как бы, имеется в виду, люди не обращали внимания на, скажем, на свою собственную жизнь. Все сидели, как сейчас у телевизора, и смотрели, а что вы на этом роботи? – А вы Шекспира воспринимаете как личность или как творческий акт? – Так и так. – За которым неизвестны, кто стоит. – Ну, я понимаю ваш вопрос, да, очень-очень красивый, грамотный вопрос. Недавно с дочерью я об этом говорил, как бы, это стало. Ну, да, конечно, творческий акт, но, собственно говоря, как бы, естественно, что за этим стоит, это не имеет большого значения, кто стоит. То есть на самом-то деле. Потому что я, например, как бы, я художник. Представитель чего я? Я представитель одной из самых анонимных профессий. На самом-то деле. То, что я сейчас в эфире, это я тут с вами разговаривает, там, 55-летний дядя, да, который там, типа, пожил жизнь, и вам вдруг стало интересно, что он может сказать. На самом-то деле, как бы, я, моя репрезентация происходит, в общем-то, гораздо шире и гораздо более правдиво, когда висят мои картинки, стоят мои скульптуры, там, или там какие-то фотки. Понимаете? То есть вот это и есть репрезентация того, что я есть на самом деле, и зачем я вообще нужен. А это, как бы, ну, это светский разговор, ну, как бы. Вам было интересно меня пригласить, мне приятно прийти. Вот мы, как бы, понимаете, да, здесь мы вообще в другом резонте. Шекспир, ну, да, тут скажем, ну, там важно не это, важен культурный акт, как бы, вот, полировки цивилизации. Собственно, как бы, после Шекспира мы стали цивилизацией окончательно документально утвержденных свободных людей. Дело в том, что тогда уже стала интересна жизнь всех. Потом появилась литература, которая описывала простых людей, ну, то есть любых. То есть это уже, как бы, ну, в всяком случае, это уже стал, как бы, мир рассматриваться горизонтально. Вот, кстати, о дяде 50 лет и о творческом акте. Вот, есть же, как бы, две точки зрения. Я читала ваше интервью, мне показалось, что вы человек, который живет в таком удивительном ладу с собой. Но есть, как я уже сказала, две точки зрения. Одни считают, что эта жизнь в ладу с собой, она уничтожает творческий акт. А жизнь не в ладу с собой, а делает творческий акт более ярким, но жизнью возможной. У вас как вот с этим? Да нет, ну, собственно, как бы, знаете, мне как-то величайший, я считаю, писатель 20 века Игорь Померанцев, ну, наверное, знаете. Я с ним недавно встречалась в Праге, мы, смею надеяться, даже дружим. Да, да, вот мы с ним как-то подружились в 89-м году, он у меня был первое в жизни интервью, это брал Игорь Померанцев, тогда он еще работал на свободе в Британии, а я там оказался. Он сказал, что, как-то, когда мы писали интервью, это не мне было сказано, но это Костик, он говорит, что, Костик, я вас очень прошу, пожалуйста, щадите слушателей. Вот, то есть, как бы, понимаете, да, то есть, вот это в ладу с собой, то есть, я как бы, я же выхожу, видите, мы же несколько, достаточно сложно договаривались о том, пока я, наконец, приехал в эфир. Ну, там у меня там то сердце болит, то там у меня похороны, понимаете, то еще что-нибудь там. То есть, я уже, когда готов поговорить, да, я же свободный человек, ну, тогда я, собственно, это не лад с собой, скажем, ну, вот, ну, не может человек, который был в ладу с собой, там, пережить, там, в 54 года инфаркт, понимаете, да, я его пережил. Ну, то есть, имеется в виду, что я борюсь, ну, просто зрителю, неинтересной, скажем, или там широкой публике мои проблемы, ну, то есть, я так считаю, не должны быть уж слишком интересны, у всех, в общем, на этом этапе. Ну, я имею в виду, в моих каких-то, то есть, вот это, вот, это все равно факт культуры, творчества, о чем мы говорим. Да, а вообще, в принципе, конечно, гармония – это смерть, да. В своих, ну, немногочисленных, надо сказать, интервью, время от времени употребляете такое выражение, как внятность творческого высказывания. А о чем вам интересно говорить последние годы? Это же, наверное, меняется очень сильно, на самом деле. Все, что казалось важным, там, в 30 лет, неважно в 40, все, что казалось важно в 40, неважно в 50. 50 потом, оно же как-то кристаллизуется, какая-то происходит сепарация жизни, да? Сейчас вот, да, вот, класс, да, вопрос хороший. Да, собственно, нет, я говорю об одном и том же, то есть, видимо, говорю о точности, как бы, вот, в каких-то там, скажем, простых жизненных аксиом, то есть, это, как бы, у меня все то, что я делаю, ну, так или иначе, потом, когда складываешь, это сложнейший, мощный, скажем, достаточно неприятный жизненный дискуссий о том, что такое красиво, а что нет. То есть, вот, речь идет об этом. То есть, это, как бы, полировка, то есть, ну, трансформация действительности в нечто прекрасное, ну, в нечто хорошее, ну, скажем, да, вот, поиск позитива. А если я вас прошу, что важнее, форма или содержание? Да нет, я думаю, что одно без другого, понимаете, как... Нет, это ясно, это ясно, но, например, для меня всегда важнее форма, потому что я всегда подозревала, что форма и есть содержание, на самом деле. Ну, так вот, слушайте, дальше мы можем молчать уже. То есть, понимаете, да, конечно же, естественно, что, как бы, там, не важно, о чем опера, то есть, если она паршивая, если там паршивая музыка. То есть, неважно, о чем картина, если она отвратительна. Понимаете, да, то есть, как бы, вот в этом-то... Если она бездарно сделана. Да-да, то есть, собственно, вот это вот отлично, шикарный вопрос, как бы, ну, то я попробую бы дать какой-нибудь адекватный ответ. Суть в том, что как раз вот об этом-то и речь, что единственное достойное человека занятие – это вот встраивание, скажем, своей эстетической какой-то вот программы, да, ну, в смысле, своего видения, да, вот такого самого. Ну, ты, значит, ты, музыкант, ты слышишь, то есть, как бы художник, ты видишь. Ну, вот, и поделиться этим, все. По ходу дела, конечно же, естественно, нельзя оставаться в стороне от каких-то там важных. Естественно, что меня всегда интересовали там, а как это все встроено в историю, то есть, какое мое место, какое место потом всего этого культурного явления, ну, без этого просто скучно. Ну, то есть, развалить, да, не о чем было бы, да, если бы я был, ну, скажем, стал бы просто художником-абстракционистом, который просто рисует красивые картины, а не абстракцию, как некий протест, да. Ну, так разговаривать не о чем же, да. Ну, что, я же не могу там, скажем, там, о проблеме цвета говорить там, скажем, тоже, опять же, таки, дольше там, чем одну минуту. Ну, у меня нет проблемы цвета, то есть, потому что я как бы, ну, я же художник, да, значит, поэтому, так как у музыканта, нет проблемы слуха. Олег, а вот эта вот тема, она же все равно периодически в разные времена, она возникает, о готовности художника идти до конца. Ну, там, самый пошлый пример, там, да, Ван Гог, да, который отрезал себе ухо, который там то, это и так далее. Ну, и таких примеров есть много. Из более близких каких-то времен, да, там, культурный жест, там, жест искусства, вот, есть очень легкие такие серфинговые дела, как фэмон, да, вот девочкам нужно было уехать в Париж, и они выбрали для себя вот такой способ получения этой возможности. Ну, а есть тоже время Павленский, да, который готов там пойти в колонию, потому что у него есть некие, неважно, правильные, неправильные, плохие, хорошие, смешные или серьезные, наоборот, представления о мире, и он настаивает на этих представлениях. Вы как считаете, для художника важно настаивать на чем-то? Да, это единственное, что делает из нас художниками, что делает, как бы, скажем, какой-то, то есть художники, это же такой слоеный пирог, есть коммерческое искусство, просто целью заработать денег, там, удовлетворить вкус, есть там, ну, то есть, как бы, ну, это понятные какие-то, да, ну, как музыка, там, попса, там, и все остальное, то есть, с этим все понятно, как бы, но, вот, необходимая составляющая, да, это, конечно, это некий героический элемент, он необходим, то есть, это вот сразу надо любому, там, ребенку, любому молодому художнику, кто начинает, я сразу, как бы, это первое вводное, что все замечательно, все может быть очень хорошо, но ты, там, согласен, согласна, вот, вытерпеть то-то, то-то и то-то, потому что, как бы, то есть, и чтобы пройти вот эти все этапы, ну, и, то есть, как бы, не заниматься, потому что, если это входит в твою жизненную программу, ты от этого кайф получаешь, ну, все, тогда, пожалуйста, потому что он же Павленский, он же в кайфе живет, да, то есть, ну, вот, имеется в виду, на самом деле. Нет, он абсолютно фанатик того, что делает, это же видно, а это ничего нельзя перепутать, на самом деле. Да, 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 ну, вот, да, это такое очень ярко, ну, скажем, в той части. Ну, такая Вера Засулич в искусстве, знаете, которая готова, там, идти до конца. Хорошо, а это такая область рационального, да, вот, но есть же и область рационального, потому что, и хорошо, что она есть, потому что в хаосе вечном жить невозможно. И эта область рационального называется арт-рынок. И там на Западе все понятно. Там есть, да, там, система галереи, там есть там система критиков, арт-критиков, которые создают каждую весну, каждую осень новые тренды, которые говорят о том, что происходит это или то. Насколько это смешно или не смешно, это другое дело, насколько это правильно. Но это существует, это дышит, и через это как бы создается новое искусство, продаются картины, и все остальное. И понятно, что это дорого, это дешево, это еще как-то. Как это существует в Украине? И что это такое, то, что здесь вот происходит? Ну, судей, я вот поймался, когда вы сказали, ну, там это понятно на Западе, да нет, сейчас там как раз не очень понятно. Да? Да, вот последний звонок моей подружки Яны Быстровой из Парижа, что ну, как-то вот закрываются одна за другой глядей, просто потому что это себя изжило, на что, как бы, опять же, смешной ответ, что, как бы, да, у нас еще открыться не успели, говорю, и не надо закрывать, потому что уже все в порядке. У нас как раз даже понятнее. Правда? Да, это, как сказал один замечательный человек, он потом стал коллекционером, он когда-то еще не будущий коллекционером, сказал хорошую во время пьянки на выставке, значит, в одной из галерей 90-го года, он сказал, что продай скотину, купи картину. Ну, потом он через 10 лет появился, это самое, Игорь Погребняк, я ему говорю, что ну что, продал скотину, как бы, ну, то есть, это мы стали взрослыми, он заработал денег, пошел купить картину. Здесь, как раз, все очень просто, вот, как бы, здесь, как раз, все сейчас формируется, и вот эти все взаимоотношения, то есть, художник общества, художник бизнес, художник денег, они жутко примитивны, они такие тут буквальные, примитивные, то есть, как бы, и... Судя по всему, вам даже это нравится? Да, нравится, нравится своей простотой и ясностью, но больше всего мне нравится тем, что мы сейчас, конечно, стоим в зачаточном этапе вот формирования вот этого всего, то есть, мы сейчас строим тот мир, в котором, ну, собственно, как бы, будем жить дальше, и мы действительно в этом принимаем, мы художники, да, и, там, скажем, и наши друзья, мы в этом, действительно, принимаем активное участие. Достаточно ли у нас денег, скажем, нет, конечно, нет, то есть, этот арт-рынок, ну, все смеются, потому что, как бы, при слове, там, арт-рынок, ну, какой там рынок, ну, какие там цены там, ну, то есть, у нас это все, пока что это все смешно сравнивать с американским, ну, так, извините, так мы же, как бы, нашу историю, там, скажем, с европейской, там, сравнивать историю арт-бизнеса, там, или чего-то, это же еще смешнее, вот, суть в том, что вот у нас сейчас очень динамичная среда, а вот тут я буду, наверное, уже никак не первый раз повторяться, сейчас мне очень приятно это отмечать, уровень-то искусства у нас очень, очень высокий мировой, то есть, он удержался, несмотря на 70 лет, ну, вот такого, собственно, как бы, отсутствия искусства, тем не менее, это все удержало. Некоторые арт-критики говорят, что нет, что как раз наша живопись никому не интересна, она не конвертируется. Да, почему тут живопись вообще, а потом, а причем интересна, нет, ну, как, ну, а с чего я живу, как люди, кому неинтересно, то есть, откуда у меня 50 мировых эвакциумов, это что, я сам у себя покупаю, что ли? Да нет, конечно же. Ну, может быть, мы можем предположить, что вы и там еще десяток художников у Крытики, это просто исключение. От того. Десяток? Хорошо. Это мы просто супердержавы. В России знаете, сколько художников, да, на арт-рынке? Один, Илья Кабаков, второй никак не Буатов, да, и так 25 лет. У меня-то масса друзей, вот третьего так и не появилось, вы понимаете, да, у нас вроде десяток, ну, ладно. Сколько вы можете назвать художников, успешный варень? Ну, вот некоторые вы сегодня уже назвали, а еще есть Сельваши, еще есть Макова, еще есть там, еще какие-то... Да, там дальше мы тогда... И потом оказывается, что культурный-то слой мощнейший, то, что это никому не нужно, как бы в том виде, как это себе представляют, там, скажем, арт-критики, да, ну, тогда, значит, они не очень это понимают. А кому вообще что-то нужно? А давайте об арт-критиках. Вот смотрите, на Западе, опять же, уже, извините, но кому мне еще апеллировать, там хорошие арт-критики, это такие гуру, да, или там у физиков есть там физики-теоретики и физики-экспериментаторы. Одно без другого невозможно вообще, в принципе. Вроде бы во всем мире арт-критики – это те люди, которые там как-то, ну, тренды, да, новые определяют. Они теоретизируют и дают какую-то почву для жизни, там, полевых игроков. Возможно, я себе очень наивно это представляю. Но, тем не менее, мне казалось, что жизнь в искусстве, я не знаю, там, кинопроцесс без хороших критиков затруднен, без хороших кураторов и без хороших арт-критиков, там, жизнь, так сказать, художников затруднена и так далее. Почему у нас эти люди находятся в загоне? Почему у нас только, ну, я, например, как человек со стороны, который не очень погружен в эту тему, там, знаю, ну, две-три фамилии, и все. И хороших кураторов, и хороших критиков. Где эти люди? Почему они так низко оплачиваемы? Почему у нас совершенно нет изданий, которые были бы авторитетны и популярны, которые бы все читали? Где хоть один арт-критик, колонку которой бы открывали бы в свежей газете или там в интернет каком-то профильном, и все читали? Вот почему как-то с этим не складывается? Не было такой, как сейчас уже становится понятно, на протяжении лет 20 не было такой острой необходимости. Дело в том, что мы вели партизанскую войну, скажем, андеграунда художественного, скажем, ну, вот за существование. Ну, потому что на фанатике, да, это набор фанатиков, хорошо, у нас 50, там, 100, там, 10, 20, неважно. Вот, и, как бы, ну, были какие-то люди, которые фанатично все-таки что-то пытались там коллекционировать и что-то там пытались где-то там выставлять. А вот этот слой, скажем, кто должен коммуницировать между обществами нами, да, как бы он действительно был, ну, минимально оплачиваемый, знаете, ну, как у нас нет там приличных прокуроров там. Нет, ну, не нужно, как-то люди сами договорят, знаете, да, то есть это шла вот эта вот эпоха формирования, то есть всех вот слоев общества, да, ну, и вот, наконец-то, ну, например, вот начинается война, да, и армия собирается, ну, за две недели. То есть, ну, буквально, не было армии никакой. А вы лично нуждаетесь в какой-нибудь своем Оскаре-Уальде, да, убратно говоря? Да нет, мы сами себе, ну, мы как бы привыкли сами себя обслуживать в данном случае. Нет, всегда есть, всегда, на самом-то деле, всегда было у нас пару людей, которые были там Саша Саввилов, там Галя Старенко, там, скажем, сейчас там появляются новые, то есть там достаточно много было людей. То, что они низкооплачиваемые, то, что как бы это все, они не нужны были обществу в той степени в какой-то нужной, то, что такое там, скажем, вот эти вот там, там стоят там по 20 этажей офисные здания, в которых сидят там британские, там, скажем, специалисты по искусству. Ну, зачем? Потому что есть очень сильно развитые рынки. Здесь рынок, да? Да, они и есть центр цивилизации, скажем, этой современной сегодняшней цивилизации. Вот они и есть центр, собственно говоря, да, как бы, да. Там у них, там, скажем, в 19 веке настолько работал арт-рынок, что нам это и не снилось. У голландцев там еще раньше, да, ну, и так далее, и так далее. То есть, как бы, у них это уже давным-давно созрела потребность в этих, скажем, вот, в этих персонажах, вот они и есть. У нас, как бы, только сейчас начинают появляться. Ну, я-то вижу тенденцию. Да, они появляются. А уровень коллекционеров? Ну, там, разных людей называют, разные люди интересуются искусством. Пинчука и Ворона, вот, там, я не знаю, там, Славы Константиновского или там еще кого-нибудь, там, Прогнимак когда-то собирал живопись. Еще можно вспомнить 5-6 человек, которые, ну, по крайней мере, публично заявляли, что они этим интересуются. Как вы оцениваете вообще там уровень тех коллекций, уровень понимания того, чего они занимаются? Или это просто, вот, знаете, вот было модно заводить футбольные клубы, а они покупали себе футбольные клубы. Потом стало модно вкладывать в искусство, стало понятно, что это можно всегда продать потом, да, это не стареет, не разваливается, как дорогой Мерседес и так далее. Потому что хорошая картина, она через 100 лет будет продаваться. Вот какой это уровень собирательства? Собственно, были персонажи, которые появлялись там, ко мне вламывались с охранниками, да, там, и, скажем, ну, потом, конечно же, исчезали там через годик-два, там были всякие такие персонажи, которые, ну, это во всем мире такие, видимо, есть. Хороший пример, кстати, вот это Слава Константиновский, да, например, там, скажем, Славик и Алик, это, собственно, это мои любимые. Тут коллекции, у нас тут друзья, все, вот, у них потрясающе, но они совершенно разные, то есть у одного и другого. Они изо всех сил всегда всем объясняли, ну, при мне, во всяком случае, что они ни в коем случае не коллекционеры. То есть... То есть они адекватно себя оценивали. Да, но коллекции-то у них роскошные. Ну, потом, опять же, такие, ну, что эти ребята, которые там, то есть они же из культурной среды, это ж, понимаете, да, они в Нью-Йорке жили там, когда приехали туда, жили в квартире. Ну, в Нью-Йорке, они жили в ресторане все-таки в Нью-Йорке. Они в Гене. Они в квартире Бродского жили, как бы, и так далее. Потом они же, мы же с детства знакомы, потому что они же тусовались в нашей художественной школе. Там, Алина Ваксман, это одноклассница, скажем, в Холле Мацанко. Ну, смотри, вот Мацанко, вот они там с этим... Ну, это же все один круг друзей, они там дружили, там, с Митей Вайсбором. У Константиновских хорошая коллекция, вы говорите. Кто еще понимает? Масса людей, масса людей. Умит хорошая коллекция, да? Ну, Андрюша Супруненко. Ну, это же, это вообще, это потрясающий архитектор. И, как бы, и один из ключевых коллекционеров, начало, там, это самое. Ну, это Воронов, это очень толково. То есть, все это как-то... Ну, и масса-масса других людей, которые сейчас, вот... Я могу назвать слишком много людей, да? Которые действительно системные, хорошие коллекционеры. Все вот эти, что вот случайно, как говорят в Киеве-Шлёцеке, да, которые появлялись, исчезали. Ну, я, честно, их и не помню. То есть, и где-то там, как-то там, потом на вторичном рынке что-то кто-то ходил. То есть, для меня вот это вот уже из перечисленных нескольких персонажей, это вполне достаточно для приличной страны. Олег, еще один вопрос при тем, как вы мне зададите. Потому что мы, к сожалению, в финале. Вот вы за всю свою такую достаточно уже долгую творческую жизнь много пережили. И этот ваш инфаркт после Майдана, и много сделали. У вас было огромное, колоссальное количество проектов. У вас, как вы сами сказали, сколько? Только 80 аукционов, да? Нет, 50, это, наверное, это Игорь Вух. Ну, то есть, ну, впечатляют в любом случае цифры. И вы перепробовали очень много стилей, направлений. Это почти всегда было успешно. Ну, то есть, знаете, как повар, который много кухонь знает, да, он может готовить китайскую кухню, он может готовить французскую, итальянскую и так далее. Что в сухом остатке? Вот вы сегодня, да, вот ваше личное пространство, оно вот, да, земную жизнь пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу. Как сегодня выглядит ваш сумрачный лес? Классно. Я очень доволен. То есть, я доволен всем, что, как бы, как происходило, что произошло, и жутко доволен тем местом, на котором я сегодня вот оказался. То есть, но мне, большинство меня, конечно, радует, то есть, это перспектива на будущее, скажем, не только для меня, но вообще для всего этого процесса. Понимаете, я как-то очень, очень хорошо горизонтально воспринимаю жизнь, то есть, я как-то очень чувствую то, что было там пару тысяч лет назад, и то, что ждет нас впереди. То есть, я только в этом отрезке, я, честно говоря, не представляю, как можно быть художником, не чувствуя вот этой всей истории искусства. Потому что разговариваю это я где-то внутренне, понимаете, с Сезаном, там, ну или там с Ван Гогом, да, там, вот и это самое... Поэтому без этого ощущения вот этого времени... То есть, ничто не начинается, ничто не заканчивается. Будете у меня что-нибудь спрашивать? Да, примитивно просто, потому что это ваши любимые художники. Вот интересно-то мне, что, как бы... Я не сказал бы художник, потому что терпеть не могу вот это, знаете, там, ваши любимые цены. Ну, у меня нет прям одного любимого художника. Да, так я вот это вот... У меня есть какие-то периоды любимые. И, ну, скажем, Филонов, да, один из моих любимых художников. Я люблю такое, да. Ну, так это да-да-да-да-да, понятно. Нет, ну да-да-да. Вот поэтому у нас беседа получилась, по-моему, хорошая. Спасибо большое, Олег. Ну, что же, друзья мои. Вы знаете, о художниках есть такое представление, что такие сумрачные, закрытые типы, которые, ну, не сильно умеют разговаривать, умеют в основном мычать и так далее. Когда мы приглашаем сюда в студию людей... А здесь уже было много интересных художников, да? Здесь был и упоминаемый сегодня Ройтборд, Александр, и, ну, очень много, и Марчунг, и многие другие были. И все они прекрасно говорят, потому что, знаете, нет ничего глупее в жизни, да, систем или каких-то файлов, которые раз навсегда оседают в наших головах. На самом деле жизнь бесконечно разнообразна. А я прощаюсь с вами, я говорю то, что говорю обычно. Спайте спокойно, просыпайтесь счастливыми. Завтра обязательно будет. Это точно. До завтра. Субтитры сделал DimaTorzok